Доброго времени суток, уважаемые пользователи ПК! Если вы открываете какую-либо программу или игру, и у вас выскакивает вот подобная ошибка. Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует DLL-файл. Попробуйте переустановить программу. Переустанавливать ничего не надо. Посмотрите, подобные ошибки. MCB-CP 120 DLL, либо же 110, либо же 130, либо же 160, либо же 100. Это не имеет значения пока что. Почему выскакивает подобная ошибка? Дело в том, что для некоторых программ и игр нужен определенный пакет Visual C++. Так как он отсутствует, естественно, и отсутствует его DLL-файл. Сейчас вы видите список ошибок. В данном списке вы можете найти свою ошибку, которая выскакивает у вас при запуске программы, и понять, какой Microsoft Visual C++ пакет вам необходимо установить. Предположим, у вас ошибка в MCB-CP 110 DLL. Для этого нам понадобится пакет Visual C++ 2012 года. Также вы видите ссылки на скачивание данного программного обеспечения с официальных сайтов. Прежде чем скачивать, что нам нужно еще важное сделать? Во-первых, нам нужно посмотреть, какую разрядность имеет наша операционная система. Заходим в мой компьютер. Правой кнопкой на пустом месте. Свойства. И смотрим разрядность вашей операционной системы. В моем случае это 64-разрядная операционная система. Смотрим внимательно. Список ошибок. Ошибку мы уже выбрали, поняли, какой нам пакет нужно скачивать. Копируем. Ссылку на скачивание данного программного обеспечения. Все эти ссылки я выложу в описании, чтобы вам было проще попадать на сайт. Открываем браузер. Вставляем ссылку. И попадаем на официальный сайт Microsoft. Отсюда мы и можем скачать наш Visual Packet C++. В данном случае 2012 года. Нажимаем скачать. Выбираем для какой операционной системы нам нужен пакет. Если у вас 64-разрядная система, это очень важно, послушайте. Тогда необходимо качать и тот, и другой, а также устанавливать их оба. Если у вас 32-разрядная система, то только X86. Началась загрузка. Так, это 64-разрядная установочный файл. Вернемся назад и скачаем для 32-битной системы. После чего можем приступить к установке. Еще расскажу. Если 64-разрядная система стоит у вас, то вы устанавливаете и 64-битную версию и 86-битную версию. Если же 32-битную версию вы имеете, тогда устанавливаете только 86-битную версию. Это очень важно, поскольку, если вы установите только 64-битную версию, к примеру, на вашу операционную систему, то, возможно, это не решит вашу проблему. Понадобится дополнительный пакет на 32-битную версию. Установка завершена. Проблема должна исчезнуть. Если помог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.